Добрый день, дорогие читатели про Владимира. Мы проводим очередной наш стрим в счет четверга. Вчера мы по техническим причинам не смогли провести наш эфир, поэтому поговорим с вами сегодня об итогах этой недели. У нас сегодня достаточно много тем, за неделю произошло куча всего, к несчастью я отсутствовал, поэтому в нашем эфире сегодня наш расследователь, редактор, как я недавно узнал, Иван Ростовцев, который всю неделю работал в полях и готов вам рассказать о том, что происходило. Сегодня обсудим строительную мафию, которая внезапно объявилась во Владимире. Мы узнали, что это строительная мафия, мы думали, что это чиновники и бизнесмены, оказывается, это строительная мафия. Если бы ты читал расследование про Владимира, почаще ты бы узнал, что эта мафия объявилась давно достаточно. Сегодня мы пьем воду, кстати, в эфире у нас очень жарко, поэтому мы пьем сегодня воду, а не вискать. Также мы обсудим ликвидацию полномочий вице-кубернаторов Мазанько и Чигаева, обсудим работу счетной палаты, к которой претензии появились, мне кажется, вообще почти что у всех, закупку новых волгобасов для наших городских улиц чудесных и прекрасных и, соответственно, ликвидацию части парка троллейбусов во Владимире, а также новые проекты, продолжение пешеходной зоны в центре города Владимира. Ну, если успеем, конечно же. Итак, тогда давайте начнем с самой важной, на наш взгляд, темы, со строительных полномочий во Владимире. Напомним, что они раньше полностью были за мэрией города Владимира, потом Светлана Юрьевна поссорилась с Андреем Станиславовичем и забрала строительные полномочия города в ведении области. Ну, или вернее, они забрали полномочия и поссорились. Тут скорее даже так все происходило. И вот сейчас Светлана Орлова покинула пост губернатора, как мы с вами помним, и до сих пор, мне кажется, не все этому верят, поскольку люди какие-то там остались и решают какие-то ее проблемы. Но об этом мы еще как-нибудь позже поговорим. И с появлением нового губернатора вновь зашла речь о том, чтобы вернуть полномочия по контролированию строительства на территории города Владимира в ведении Андрея Станиславовича Шохина. Как мы понимаем, строительный рынок – это огромные деньги, и, собственно, за их контроль сейчас начинают заново биться власти, депутаты, общественность за этим всем пытается наблюдать, а мы, как журналисты, пытаемся фиксировать. Вот очередные разборки произошли на вчерашнем заседании и законодательном собрании, там депутаты выступили за передачу полномочий городу, и давайте Иван сейчас расскажет об этом. Да, они выступили с инициативой, это выступили конкретно депутаты от КПРФ Казаков, депутат Маринин от Справедливой России, ну и, возможно, кто-то был от других фракций, поскольку представлял эту инициативу Цыганский, но он, скорее всего, представлял как председатель комитета, и поэтому он, в общем-то, тоже поддержал эту инициативу. То есть это была консолидированная инициатива нескольких фракций, может быть, даже ЛДПР. Хотя, поскольку губернатор еще не представил свой отзыв, новый губернатор Сипягин… А он в курсе, во-первых, что он должен представить отзыв? Он может представить отзыв в течение 20 или 30 дней, я точно не знаю, сколько по закону, но, тем не менее, это так. Он пока не представил отзыв, поэтому законопроект этот отложили, рассмотрение этого законопроекта. Тем не менее, все-таки его обсуждение состоялось, и вот на законодательном собрании выступила известная, собственно, активистка, многодетная мать Светлана Шмельева. Я сюда пришла почему? Потому что вы хотели рассматривать вопрос о передаче полномочий распоряжаться городской землей в муниципалитеты. Я хочу сказать, что городу Владимиру нельзя, администрации города Владимира, нельзя передавать такие права. Почему? Потому что у меня есть все основания полагать, что у нас в городе Владимира совместно с администрацией, администрации города Владимира, действует строительная мафия, где заинтересованные лица заходят на территории, и без каких-то нормативных документов, касающихся расселения жителей, программы как реализуются. Вам всем говорят, на горсовет я уже ходила год назад, всем говорят хорошие циферки, как расселяются, как водятся. А как это на самом деле происходит, никто, скажем так, по факту, вот из вас, никто не приезжает и не смотрит. И на нас на всех наплевать. И когда говорят, что обвиняют голословно-неголословно, извините, если администрация, руководитель администрации подписывает своей рукой постановление, которое таким существенным образом несет вред и негативное, ну как бы, скажем так, для жителей горожан, это, я считаю, это преступление. И более того, я считаю, что это нарушение Конституции. Почему? Потому что мы по закону все равны, а почему у нас получается улучшение жизни одних, граждан, происходит за счет существенного ухудшения других граждан. Такого быть не должно. Она выступала неоднократно, кстати говоря, перед депутатами городского совета в первый раз. Это был, по-моему, 13-14 год, когда вот это была история с Ларисой Пышониной, которая высказала Светлане Шмелевой свою ФИ по поводу ее... В общем, совершенно прекрасная история, где многодетная мать, которая живет в развалине просто, в ужасной, которая непонятно, там нет ни нефти, ни газа, как известно. То есть у нее свет там какой-то был, воды не было. Даже в ванной, там нет, по-моему, нет отопления. В общем, это бедная, одинокая женщина с четырьмя детьми, которая живет в Хибаре, пришла выступить на горсовет, а депутат от Единой России Ларисы Пышониной, которая работала в структуре Аникеева, насколько я понимаю. В структуре Чижова. Ну, в структуре Чижова, пардон. В строительном бизнесе. Да, у которой все, в общем-то, неплохо, как мы можем подозревать. Она вся такая, всегда красиво выглядит, как она считает. Она приходит к этой женщине и публично говорит, ну, что вы пришли сюда, как вот, ну, вы хоть ободеваетесь прилично, вы все-таки в публичное место пришли в горсовет, одеваетесь прилично. Тут такое, сказать, женщине, у которой проблемы с тем, чтобы там детей накормить, ну, это прям, скажем, выглядит странно. И вот с тех пор эта Светлана Шмелева неоднократно выходила на пикеты к Белому дому, и с ней пытались взаимодействовать чиновники. Каждый раз, я так понимаю, это вообще заканчивается скандалом и поездкой в больницу, потому что якобы Светлана Шмелева там уходит в неконтролируемое какое-то состояние. И здесь, кстати, вот есть некий элемент шоу, как мне лично кажется, с ее стороны. А еще злые языки в интернете анонимные говорят, что якобы Шмелеву наняли, чтобы лоббировать бизнес-интерес определенных строительных фирм Бу Владимири. Именно поэтому она вот так вот активно выступает. Кстати, как вообще ее пустили на ЗС? То есть она заранее подавала заявку? Она заранее подавала заявку, видимо, поскольку она человек достаточно публичный, так скажем, и может, ну, собственно, активный человек, она отстаивает права. Я вот лично не считаю, что она лоббирует чьи-то интересы, хотя я не могу об этом ручаться, но тем не менее, ну, она человек, который, собственно, заметен уже последние, ну, лет пять, наверное, в нашей вообще области, в нашем городе. И поэтому у нее была сначала вот эта проблема с подведением дорог в Верезина-2, вот эти дома для многодетных, улица Полянка, которой не было. Потом проблема вот как раз со сносом и переселением из аварийного жилья. И здесь вот как раз-таки очень большие вообще возникают вопросы и к администрации города, и, собственно, к администрации области, поскольку за вот эти девять месяцев, которые администрация области управляет строительной отраслью у Владимира, фактически-то ничего не изменилось. То есть какие были подходы, такие и остались. Мы все помним, как, в общем-то, застроилась у Владимира, там, улица Кулибина та же самая, как строились, и вот буквально точечная застройка была на Верхней Дуброве, там, сквер заточь Машем, это уже связано с уголовными делами Хвостова. То есть это отрасль, в принципе, очень такая коррупционная, коррупционная. Даже власти уже начали это признавать потихоньку, что самое интересное. Они не признают, но, тем не менее, они не признают, что, собственно, они и борются за вот эту отрасль, возможно, благодаря этому тоже. Так вот, она пришла на заказательное собрание с просьбой не передавать городу вот эти строительные полномочия. У нее были определенные аргументы, ну, естественно, ее не устраивает то, что творится у нас в строительной отрасли у Владимира. В частности, Владимир, кстати говоря, писал еще до выборов губернатора вот эту историю о том, что несколько кварталов вдоль улицы Северной должны были переселить. Тем не менее, переселение там идет очень плохо. То есть там есть дома, частные дома. Частникам, ну, так, застройщик выплачивает какие-то деньги, и они покупают квартиры. А вот с муниципалитетом гораздо сложнее, потому что вот Шмелева, она живет в муниципальной квартире, то есть фактически по соц. найму. И вот муниципалитету застройщик, который должен построить там как минимум 3 высотки, там по 17 этажей, да, застройщик должен был передать муниципалитету вообще вот в этом квартале конкретно 100 квартир. Передал он порядка 5, 5-7 квартир вот за 2 года, что он строит. И он говорит, что вы подождите еще там 10 лет, я вам все передам. Вот конкретно Шмелевой там ставился срок сначала там в прошлом году, а в этом году уже вышел срок согласно контракту администрации города и вот этого застройщика. Ничего сделано не было. Естественно, возникают вопросы к администрации города, и понятно, что это Шмелеву не устраивает, это, наверное, никого не устраивает. Шмелева же сейчас ходит и к администрации области, там ей тоже не помогают, в общем-то. Администрация области... Не проще ли было уже наконец выделить конкретно Шмелеву квартиру, которая поднимает шум больше всех, хотя бы ее убрать с информационного поля? Возможно, но там дело в том, что есть, опять же, ну, во-первых, есть застройщики, которые не хотят на это тратиться, естественно. Они говорят, что у них там нет денег. Шмелеву поэтому предполагает, что, ну, застройщик и такая возможность есть, что застройщик просто обанкротится, и ничего, никаких квартир, когда надо будет, уже не передаст. Другой вопрос, что есть очень большие пробелы в законодательстве, поскольку нужно передать вот квартиры именно такие по метражу, которые есть там у той же Шмелевой. Вот ей нужно вот точь-в-точь, там 61,7 квадратных метров. Ну, это закон так, а если застройщик строит 62 метра квартиру или 58, то он уже не может и отдать. Он уже не может. Хотя, с другой стороны, можно вообще, никто не обязывает застройщика, передавать именно новые квартиры, можно найти в старом жилом фонде, ну, во вторичке, и передать такую. Но, тем не менее, опять же, здесь все упирается в деньги. Вот, поэтому проблема-то комплексная. Вопрос полномочий — это, конечно, другой вопрос, потому что депутаты Казаков, Алтухов, КПСС, да, Маринин, Цыганский, Хабибуллин, то есть от всех практически, по-моему, только от ЛДПР никто не высказался. Вот они выступали действительно за возвращение этих полномочий, поскольку считали, что это принципиальный вопрос. Но это в пользу Шохина же возвращение, по большому счету. Ну, по поводу Шохина сказали, что если есть какие-то претензии, то, конечно, можно разобраться. Кстати говоря, там Шмелёва упоминала, по-моему, замначальника управления архитектуры Маханько. Олег Маханько, прекрасный человек, замечательный. Олег Маханько, прекрасного человека, который, кстати, упоминался ещё в уголовном деле Хвостова. А кто у нас не упоминался в уголовном деле Хвостова? Давайте поговорим. Не упоминался, да, я скажу, кто Чижов не упоминался. Ну, по крайней мере, пока. Да, так вот, Маханько, он действительно, и про Владимир это проверял, он действительно ещё, по-моему, до 2016 года, он уже, будучи муниципальным служащим, он действительно имел бизнес. То есть, он занимался одновременно и бизнесом, и муниципальным служащим. Ну, то есть, он был соучредителем компании. К сожалению, правоохранительные органы на это вообще не обратили никакого внимания. И вам не мешаете людям работать. И заниматься бизнесом тоже не мешаете. И, естественно, Шмелёва говорит, что у этого человека, ну, наверное, и у других тоже есть какие-то свои интересы, так скажем, в строительной отрасли. Ну, нельзя утверждать, что этих интересов нет, конечно, и в администрации области. Но вопрос в том, что сейчас администрация области всё-таки находится под таким вот, так скажем, контролем законодательного собрания, и есть шанс, по крайней мере, что какой-то приоритет будет соблюдаться. То есть, ты поддерживаешь Шмелёву, то есть, ты считаешь, что не надо передавать? — Честно говоря, здесь, опять же, всё упирается в кадры. И, зная вот Андрея Станиславовича Шохина... — Сейчас аккуратно, аккуратно. — Зная вот ту политику, о которой про Владимир писал, да, вот расследование распорядителя земли Владимирской об отношениях администрации города с застройщиками, зная вот это всё дело Хвостова, при котором, по крайней мере, как заявлял Шамов и как заявлял Замбин, администрация города ставила такие вот препятствия застройщикам. Ну, то есть, были какие-то любимчики, вероятно, были какие-то, может быть, свои интересы, были какие-то несправедливые, может быть, требования. Но, тем не менее, всё это шло сложнее. На мой взгляд, нужно всё-таки думать о жителях, в первую очередь, и то, как будет жителем лучше. — А вы, Иван, популист. Популистовый, Иван, я понял. — Нет, ну... — В следующем созыве в ЗАГС-собрании, смотрите, вот будет наш депутат от редакции Иван Ростовцев. — Депутат от редакции, да. Ну, есть уже депутат от одной редакции, Иван Ростовцев. — Есть Сергей Казаков ещё, тоже глава ЗАГС-курдома. — Сергей Казаков пока ещё не прикрыл свою газету, передал газету молодой девушке. — Да, кстати, давайте сейчас об этом коротко обязательно надо сказать. — Виктория Щербаковой. — Да. На этой неделе стало известно, что ушёл, покинул издательский дом «Томикс», главный редактор «Томикса» — Михаил Буянов. — Человек, который отправлял Светлану Орлову в отставку последние 4 года и, наконец, отправил. — А до этого отправлял Виноградову. — И как, смотрите, Буянов ушёл после Виноградова и после Орлова. То есть человек свою работу выполнил, как пошутил Иван, побуянил, мог ещё и дальше побуянить. Ну, Михаилу Буянову стукнул 61 год, и человек сказал, что вот я больше 10 лет в «Томиксе», и я всё, что хотел сделать, сделал, и надо дорогу дать молодым. назначили вот молодую девушку, я не знаю, она… — Викторию Ночербаку. — Я думаю, что ей года 22, может, 23, она выпускница там журфака Владимирского в ЛГУ. — Ну, я честно говоря, да не знаю. — И ушли также… Главный редактор сайта был, да, по-моему, он Александр Холодов, он в Москву уехал работать. Там ещё какого-то мальчика, не знаю, какого убрали с этого сайта. То есть там, условно, пол редакции не стало, вот руководство не стало. Сейчас посмотрим… — И до этого ушла ещё и Ишана. — Да, Ишана ушла ещё где-то в течение последнего года, наверное, или двух. То есть там серьёзно не в потере, но мы верим, что с «Томиксом» всё будет хорошо, что они не изменят свою редакционную политику. По крайней мере, это мне вот в телефонном разговоре сообщил глава издательского дома «Томикса» Сергей Казаков, что всё хорошо, что всё, работа продолжится, и ничего в редакционной политике «Томикса» не изменится. — Ну, мы будем на это надеяться, по крайней мере, но, конечно, хотелось бы, чтобы Сергей Валентинович тоже укрепил свою редакцию кадрами. — Ты готов нас бросить, Иван? — Нет, я что, я не про себя говорю, но, в принципе, чтобы держать уровень и планку, заданную Михаилом Буяновым… — Надо постараться, конечно. — Да, нужно постараться. И, ну, «Томиксу» хочется пожелать только успехов. И увидимся на суде по делу Холостова во вторник. — В качестве журналистов, естественно, а не в качестве обвинителей. — Так, у нас дальше по темам… Тема обозначена как ликвидация Мазанько и Чигаева. Естественно, речь не о посредственном физическом устранении, а о том, что на этой неделе губернатор Владимир Сипягин… Господи, как тяжело это произносить, губернатор Владимир Сипягин. У меня прям в одно предложение не очень легко произносится. — Ты уже привык с Ирланой Юрьевной. — С Ирланой Юрьевной. — Слово «экс» тоже у меня к ней не очень подходит. Так вот, губернатор Владимир Сипягин, который не может просто так уволить орловских замов Мазанько и Чигаева, которые… — Нет, он уволить-то их может. Ну, в смысле, как личности. Он не может ликвидировать самостоятельно их позиции, вот эти штатные должности губернаторов по строительству. — Чигаев, наверное, в отпуске сейчас. — Ну, вероятно, Чигаев в отпуске. — Мазанько не знаю. — Мазанько, она вообще-то отстранена, но, тем не менее, она находится почему-то на сайте, до сих пор значится, как заместитель губернатора. — Так вот, история в том, что, не имея возможности вот сейчас их так убрать, он просто лишил их всех полномочий. Это очень смешно выглядит. Там написано, что на сайте администрации Владимирской области официально написано, что вице-губернатор Ренат Чигаев контролирует работу секретариата Рената Чигаева, да, и больше ничего он не контролирует. Все полномочия распределены между другими вице-губернаторами, там большая часть, по-моему, Конышева отошла, а Елена Мазанько не контролирует вообще ничего. То есть она просто вице-губернатор без задач. — Нет, на самом деле там у заместителя губернатора по имущественным отношениям остался еще там какие-то полномочия. Она не контролирует конкретно структуры Белого дома, но она контролирует вроде как госзакупки. — А Дизона контролирует? — Нет, Дизона не контролирует. — А госзакупки контролирует? — Контролирует еще управление, собственно, теми обществами, организациями, в которых есть доля, ну, короче, которыми владеет Белый дом. То есть это глупые. Вот наш издатель Алексей Шлипужников появился в нашем эфире в комментариях и пишет, что Михаил Буянов ушел, потому что не совпал с Казаковым по позиции во втором туре. И параллельно Томикс ТВ подключился к нашей трансляции и пишет, что мы прорвемся. Я думаю, что это Александр Степанов пишет, раз это Томикс ТВ. Так, Буянов не совпал с Казаковым по позиции во втором туре. Они за разных людей голосовали, что ли, или как? Ну, насколько я знаю, Казаков поддерживал Сипягина, а Буянов... Ну, неожиданно, по крайней мере, он вот занял позицию, которая считает, что Сипягин был хуже. Ну, честно говоря, это не было такой вот очень заметной. Но на самом деле последний год, я просто общался с Буяновым, и вот последний год он мне тоже говорил во время нашей встречи, что вот у него основная задача вот убрать Светлана Юрьевна, отправить ее в отставку. И вот когда эта задача будет выполнена, то он готов будет уйти на покой. Ну, и, собственно, так и произошло. Он очень боялся, что у него не удастся это, что при его редакторстве это сделать еще не удастся. Но вот это удалось, по крайней мере. Так что я не считаю, что это вот моя позиция, что это связано вот конкретно с каким-то конфликтом. Хотя, кто знает. Так, тогда вернемся к нашим прекрасным... А, Буянов занял позицию обкома, пишет Томикс ТВ. Какая позиция обкома? КПРФ? Позиция Бюро. 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 Официальное. Официальное было, да, в том, что... Поддержать Орлову. Нет, в том, что оба кандидата были хуже. Были плохими, но хуже... Были плохими, да. Но поскольку как бы обращение Бюро было не совсем... Ну, так скажем, она писалась в пешке. Ты давай не плавай мне здесь. Она писалась в пешке, поэтому некоторые восприняли это так, что это в поддержку Орловой. На самом деле, ни одного слова в поддержку Орловой там не было. В очередной раз наблюдаем, как КПРФ переобувается на ходу. Ну, я сказал так, как было. Так вот, по поводу наших заместителей. Чтобы снять вот эти должности заместителей, которые сейчас вообще не имеют никаких полномочий, нужно вносить изменения в устав. А это можно сделать только законодательное собрание, то есть только ну большинство, в котором Единая Россия. Тем не менее, ну, спикер законодательного собрания Киселев сказал, что мы не будем вставлять палки в колеса. Сипягин, если он захочет вот как-то реформировать администрацию, то мы, конечно, ему это позволим сделать. Вот мы его будем поддерживать там. Ну, посмотрим, опять же, как это будет на деле. Вот, пока что вот никаких шагов по реформированию Сипягин не предпринял, хотя это достаточно странно. Ну, у человека, мне кажется, сейчас очень много всего происходит. Кстати, давай поговорим, вот это я пропустил, был в поездке. Это что за странная история с какой-то командировкой чиновников в Смоленск к губернатору ЛДП Ровцу Островскому, куда там якобы и Сипягин поехал, а в итоге доехал до Жириновского. Что это вообще такое было? И какие-то ночные десанты вот в телеграм-каналах анонимных писали все это? Сипягин решил, что нужно наладить связи и поучиться нашим чиновникам, чиновникам Смоленской области, а губернатором там является губернатор ЛДПР. Ну, логично, что они не к ЛДПРовцам, не к Единоросам поехали. Да, и они, ну, естественно, поехали туда. Хорошо, не поехали они в Хабаровский край на микроавтобусе, да, там же... А я думаю, что это физически невозможно. Ну, почему? На месяц бы работа администрации области остановилась. Сипягин бы работал не за троих, а за двадцатерых. Ну, Сипягин бы тоже поехал, очевидно, на поезде. Он же ехал... Сначала он поехал Жириновскому на поезде. Там они договорились, что учетная палата приведет... Ну, обратиться с учетной палатой, чтобы она провела аудит работы Орловой. И потом он уже поехал в Смоленск. А вот чиновников в таком добровольно-принудительном порядке, ну, сказал, что... По крайней мере, как об этом говорят, что, ну, можете... Кто захочет, тот поедет. Ну, естественно, кто же не захочет. Вот все поехали, выделили им микроавтобус, и вот я не знаю, честно говоря, сколько до Смоленска ехать... Ну, я думаю, что прилично. Километров. Ну, я думаю, что в ночь они уехали, приехали утром, ну, вот так вот... Выспавшиеся, довольные, настроенные на работу. На самом деле, это такая вот, может быть, превентивная мера после всех вот этих поездок многочисленных в Европу, в Париж, в Китай, на... в комфортабельных каких-то самолетах, там, в отличных гостиницах проживание было. Да, в отличных гостиницах, которые там устраивали Светлана Юрьевна Орлова за счет бюджета. Ну, я... Что интересно, да, дорогие читатели, вот пресс-служба губернатора распространила фотографию, где Владимир Сипягин едет в Москву на обычном экономном месте, там, в какой-то ласточке или стриже там условно. То есть, теперь, дорогие читатели, если вы вдруг поедете в Москву, и рядом с вами будет сидеть губернатор Владимирской области скромненько, вы не удивляетесь. Ну, хотя, возможно, это просто пиар, и по-другому. Там кто-то писал вообще, я не знаю, насколько это правда или неправда, писали, что якобы к Жириновскому он приехал уже на своем автомобиле с МР-овскими номерами, то есть, как бы, то ли машина, что ли, параллельно ехала по трассе, и в итоге он там вышел из Курского вокзала и сел на автомобиль, либо еще как-то непонятно. То есть, мы посмотрим, я думаю, в течение какого-то определенного времени будет понятно, на самом ли деле он вот так вот ездит, как обычный, простой смертный, как, собственно, в Европе загнивающие всякие министры бегают по утрам по улицам вместе с обычными людьми на пробежках, ездят на метро и на велосипедах на работу и так далее. Не как Орлов один раз в сопровождении кучи чиновников ездила, акция вот была на велосипеде, день на велосипеде, вот она там пыхчат, и сились там с трудом, она докатила все-таки от своей резиденции. Нет, не от резиденции, а от Красноармейской. А, даже от Красноармейской она, да, доехала Сначала она доехала на машине до Красноармейской. Ну, правильно, резиденция была достаточно далеко, и не так уж просто 60-летней женщине доехать все-таки на велосипеде, сколько там, 10 километров получится. Ну, по федеральной трассе тем более. Которая лучше, чем... Лучше, чем Франк... Да, из Франкфурта на Майне, Страсбург. Которая касается практически всех жителей города Владимира, не считая владимирских чиновников, которые призывают нас всех ездить на личном автотранспорте, это о том, что происходит на улицах Владимира, об общественном транспорте, о покупке новых волгобасов, которые теперь у нас то ли производятся, то ли не производятся на нашем заводе под Собинкой в 20 километрах от Владимира, и о уничтожении параллельным электротранспорта в городе, о том, как за достаточно небольшой промежуток времени чуть ли не третий троллейбусов во Владимире списали не самых причем плохих или старых. То есть, стало известно, вчера, по-моему, было... Про Владимир, как обычно, не позвали, но вчера где-то на территории АДМ, это наш любимый транспортный перевозчик, аффилированный с депутатом Авакяном, нашим не менее любимым, была проведена презентация новых автобусов, там, по-моему, 10 пригнали, и еще, всего 50 до конца года будет закуплен новых Волгобасов, которые скоро выйдут на линии в нашем городе. Иван, Волгобасы это дорого, Волгобасы опять закуплены в лизинг, ну, АДМ, конечно, частная контора, да, но все-таки у нас возникают сомнения в том, насколько это эффективная покупка, эффективное вложение, что ты думаешь по этому поводу? Ну, закупать автобусы надо, хотя, мне кажется, было бы дешевле, собственно, приобрести те автобусы, которые использовала Бегангерс. Ну, это старые маны, которые по 20-30 лет. Да, они старые маны, да, они по 20-30 лет, но, тем не менее, у них есть база, у них есть, собственно, ремонтники, их тоже можно было взять в штат, и у них есть, ну, наработки какие-то, да, но вся суть вообще вот выбора между Волгобасами и Манами или Мерседесами, да, в том, что есть детали, да, и есть обслуживание. Вот обслуживание Волгобасов, а почему, собственно, проезд Владимир это и не подешевел в разы, как обещала Орлова с закупкой газомоторов, вроде бы топливо-то дешевле, но, как нам поясняли в той же компании АДМ, на самом деле обслуживание-то их выходит дороже гораздо, потому что, ну, во-первых, детали там используются в большинстве своем китайские, основные детали имеются в виду моторы, но это раньше, раньше, а теперь ты все раз знаешь. И сейчас также они используются китайские, по крайней мере, вот когда открывали завод Волгобас, да, об этом же тоже говорили, что вот, да, основные детали у нас используются не русские, да, не отечественные, и поэтому заказывать их приходится тоже, соответственно, в Китае, и все это, а едут они тоже достаточно долго, то есть их не сразу еще и пригонят, подойдут, не подойдут, их еще нужно там смонтировать, поэтому автобусы части стоят уже на приколе, вот, по крайней мере, Владимир Пассажир Транси, там, из 20 закупленных автобусов первой партии, там, сразу, чуть ли не половина сломалась первые полгода, и все, и они ремонту уже не подлежат, все мы знаем, в общем-то, качество этих машин, может быть, сейчас, конечно, они что-то там подрихтовали, и они стали получше, Марлова же вот обещала мне год назад, что мы сейчас новые закупим Волгобасы, новые, низкопольные, хорошие, качественные, теперь вот ремонтировать есть, где есть завод под боком, где вся база есть, чтобы ремонтировать быстро и оперативно, и что все будет хорошо. Доверий к этой технике нет, во-первых, во-вторых, доверия нет к производителю, поскольку тот же самый Владимир Пассажиртранс изначально просил, собственно, компанию Волгобас, да, группу компаний Волгобас производителя оказать им вот эти технические услуги по ремонту, но как только вышел срок гарантии, это два года, все, никаких вообще взаимоотношений, практически не было, то есть Пассажиртранс обращался, но никакой помощи. Даже за деньги не хотят это делать. Ну, деньги там тоже большие для ремонта, на самом деле, ну, считайте, вот, что нужно покупать детали за границей, и поэтому обслуживание тоже дороже, и, естественно, с покупкой вообще новых автобусов возникнет необходимость окупить вот эти затраты, а 50 там новых автобусов, считайте, что один автобус стоит 10 миллионов рублей, то есть, это 500 миллионов рублей. Подождите, откуда у АДМа столько денег? Вопрос, полмиллиарного. У АДМа там есть один учредитель, а, по-моему, даже два учредителя, это, ну, достаточно крупные бизнесмены, и я думаю, что у них есть на это деньги. Но другой вопрос, что, нужно ли это вот конкретно вот в таком виде или нет. по крайней мере, мы видим вообще формирование нового перевозчика монополиста Владимира, то есть, там, четыре года назад это был фактически Big Auto Trans, сейчас это компания АДМ, и в следующем году будут, опять же, утверждаться новые тарифы на проезд в автобусе, и я думаю, что компания АДМ будет заявлять достаточно. Они каждый год заявляют. Да, они заявляют каждый год, естественно, но, по крайней мере, у властей тоже не будет такого вот аргумента в том, чтобы отказать компанию АДМ как основному перевозчику города Владимира в том, чтобы вот не повышать дарит. Я думаю, что сильно ногу-то не поднимут, тем более, что поднимали вот совсем недавно все-таки. Ну, поднимали недавно, сейчас 22 рубля, а может быть, скажем, 24 рубля. Да сразу 20-25, чего уж мелочиться-то, господи, ну, по крайней мере, это возможно. И параллельно идет сокращение штата и машин, собственно, на Владимир-пассажир-трансе, имеется в виду, троллейбусы. Было их, опять же, два с половиной года назад 108 троллейбусов, сейчас их 77, то есть 31 машина просто вот списана, хотя маршрутов меньше не стало, как мы понимаем, и, соответственно, у вас за счет чего идет списание, непонятно. точнее, понятно, конечно, это за счет меньшей доступности вообще троллейбусного транспорта. Что происходит вообще на Владимир-пассажир-трансе, ну, честно говоря, это вызывает очень большие вопросы. Ну, есть, смотри, есть же давно изречение про то, что идет целенаправленное уничтожение электротранспорта Владимира, разорение пассажир-транса и так далее. По этому пути вообще идут очень многие города, к сожалению, во многих городах из-за долгов, которые вот были в Владимирской области из-за электричества, просто прекращается вообще любое использование троллейбусов, плюс сейчас вот Волгобас якобы делает свои электробусы, и считается, что вот, ну, давайте мы троллейбусы заменим на электробусы. Хотя можно бесплатно взять в Москве, кстати, если бы чиновники в этом направлении работали, есть опыт других областей, где заключаются соглашения с правительством Москвы, и старые списанные автобусы из Москвы, которые для регионов будут вообще считаться очень новыми, отличными, современными, они просто бесплатно перевозят их в этот город, и там они выходят на линии, и все отлично, и это абсолютно бесплатно получается, и отличная экономия, и возможность поднять уровень городского транспорта, просто бесплатно. Может быть, такое и будет, конечно, но, опять же, пока что мы этого не видим, и машина действительно там очень изношенная, то есть, последние машины вот прям новые, это были 2009 года, наверное, то есть, прошло уже. Но их мало, остальным там по 15 лет, наверное, по 20. Ну да, то есть, 5-10 лет, вот это такой вот возраст уже большой достаточно. Ну, посмотрим, что будет происходить. На самом деле, мне кажется, что вот на этом конкретно ничего не закончится. Кстати говоря, в понедельник будет принято решение по пяти, по-моему, маршрутам, основных маршрутов, от которых оказался, да, без 14-го, по-моему, автобуса. Так вот, на них заявилась АДМ, и на них заявилась компания из Великого Новгорода. Это как? Ну вот, какая-то компания из Великого Новгорода заявилась на все пять маршрутов, и будет очень интересно на самом деле понаблюдать, поскольку там в принципе цена у них одна и та же, то есть, мэри вообще выставлял, по-моему, за копейку вот эти маршруты. Ну, они там выставили, по-моему, по рублю обслуживание маршрутов. Посмотрим, какое решение примет мэрию, но на самом деле, если решение будет в пользу, скажем, вот компания из Великого Новгорода, это будет интересно понаблюдать. Ну, это фейк или что? Или это как? Или это вполне серьезно все? То есть, непонятно пока. Это компания, ну, честно говоря, я не знаю, не проверял, насколько она аффилирована, скажем, с компанией АДМ, но мне кажется, что, ну, действительно... Просто технический такой соперник, который проиграет торги, и торги будут признаны стоявшимися. Ну, здесь не было, мне кажется, такой вот необходимости выставлять технического кандидата, на самом деле. Могла просто компания АДМ заявиться. Одна и выиграть. Ну, пока что сложно говорить, может быть, посмотрим, что будет в понедельник. Вот Станислав Дорошин, наш постоянный зритель и читатель, пишет, Илья Варламов опубликовал пост, попросил всех скидывать информацию об уничтожении электротранспорта в России, скинул ему вашу статью по поводу сокращения количества троллейбусов. Спасибо, Станислав, будем ждать результатов. Вы там, Варламова, потроллите, еще потерроризируйте. Кстати, вот что касается вот этих волгобасов и так далее, вот это же огромное обман, если не сказать хуже, потому что, когда Светлана Орлова появилась в регионе и начала пять лет назад продвигать тему с газовыми автобусами, газонвагенами под названием Волгобас, она же говорила, что, ребят, сейчас газ дешевый, сейчас мы купим Волгобас, и цены подешевеют и так далее. Это не только оказалось неправдой, все получилось ровно наоборот, и теперь мы вот живем в этой реальности, где люди мучаются на Волгобасах, и вот как показал мониторинг, еще и новые компании, в связи с уходом Вигавтотранса, то, что сейчас АДМ захватил большую часть трафика вот этого. Получилось, что люди стоят на остановках очень долго, мы сегодня опубликовали два часа назад текст, где мы сравнили то, как ездят автобусы на самом деле, и то, как заявлено у них в контрактах, и получилось, что установленные графики соблюдают только маршруты номер 24, самый популярный, и 26-й, который идет через центр. Остальные автобусы графики, интервалы движений не соблюдают, иногда людям приходится ждать по 30 минут вместо 10, иногда им приходится вместо 20 минут ждать по часу какие-то маршруты, вроде 11-го, например, есть какие-то маршруты, где еще больше ждать, которые там два автобуса на линии, это 12-й, по-моему, мы понимаем, что этот транспортный передел никому из жителей города Владимира, кроме тех, кто является непосредственными выгодоприобретателями, директор АДМ, его учредителей, владельцев, и, возможно, каких-то интересантов среди служащих муниципальных или государственных, никто выгоды от этого никакой не получил, и все, как обычно, за наш с вами счет, так еще и нам от этого становится хуже жить, а вот мы лично в редакции все, за исключением одного человека, пользователи общественного транспорта, убежденные, ну или, может, у нас денег просто нет, но мы, по крайней мере, сейчас являемся посетителями этих шикарных автобусов, каждый день на них ездим, и мы, как и вы, в общем-то, знаем, как на самом деле с этим живется, и как всем этим людям верить, которые нас убеждают и говорят, что будет лучше, а на самом деле все наоборот, совершенно непонятно. Ну, теперь будет зато теплая остановка, одна. Ой, да, сегодня мы узнали прекрасную, прекрасная новость, остановка в районе ДК молодежи на Усть-Инолабе, это где вот, если ехать по улице Мира и налево поворачивать к Точмашу, к ВМС-Точмашу, это, во-первых, остановка, которая близко к конечной, остановка, на которую люди только выходят, потому что там нет смысла никуда садиться, только если ты едешь на Точмаш, ну, это две остановки, там быстрее по диагонали пройти до Точмаша, и вот на эту остановку, где никого вообще нету, где люди только выходят и сразу идут по своим делам, там сделали подогрев под плиткой. Теплые полы. Теплые полы, да, и причем это там не то, чтобы сделали, чтобы людям было комфортно где-то тепло сидеть или еще что-то, просто вот плитку подогревают, чтобы якобы не было там наледи, снега и так далее, но я боюсь, что люди просто будут в лужи прыгать и получится все как обычно, а не так, как у нас хотели. Такой намек, что жителям придется все-таки больше и дольше ждать общественного транспорта. И еще что-то ты там пошутил? Ну, у меня было четыре версии, вот первая это намек, что общественный транспорт ждать, вторая это то, что это будет, ну, просто такое средство спасения для бомжей и алкашей. Да, плитки будут нагреваться до 70 градусов, то есть в теории там будет ночлежка. Да, чтобы земля горела под ногами владимирцев такой вот, ну, четвертый это просто обогрев обогрев улицы, хотя предложили еще и пятую версию, чтобы там тусовалась молодежь. Ну, что интересно, надо все-таки отметить, конечно, что это будет оплачивать компанию Руссалдор, которая рекламная. Ну, по крайней мере, один сезон она может быть и оплатит. А потом, якобы, если получится, что это эффективно и клево, то это начнут внедрять на других остановках в городе. То есть мы с вами в течение зимы посмотрим, как это все работает. Я думаю, мы сделаем спецрепортаж с фото-видео и комментариями наших дорогих читателей. Это будет работать как фонтан, я думаю. На театральной площади. Так, что еще мы не поговорили? Мы не поговорили про нашу пешеходку. Про пешеходку. Очень интересная история. И она, на самом деле, связана с той историей, которую, я думаю, мы будем обсуждать на следующем стриме или через... потому что администрация города Владимира наконец-то доделала генеральный план и она выставляет этот генеральный план на общественное слушание. Владимир и вот в целом они пройдут 6 ноября и я думаю, что мы на следующей неделе опубликуем вот уже те... ну, тот проект Генсплана, по крайней мере, какие-то наработки, которые, собственно, и были. И вот, ну, по крайней мере, одна из частей, это, конечно же, пешеходная зона по улице Второй Никольской, по улице Девической, да, вот все это вкупе. На самом деле, эти разговоры шли уже, наверное, с года, так, с 15-го, да, что именно там сделать. И вот мы насчитали, что это вообще пятые, уже пятые проектирования пешеходной зоны. То есть сначала были какие-то картинки в 15-м году, потом в 16-м году это все выставлялось на обсуждение, на голосование. Потом КБ Стрелка появилась. Потом еще КБ Стрелка дважды переделала вот эти проекты пешеходной зоны. И сейчас мэрия уже вот в пятый раз она выставляет это все на такие вот ну, на торги, на проектирование. И это все, на самом деле, очень интересно, поскольку там каждый раз какая-то концепция меняется. Вот мне лично я не увидел какой-то вот общей концепции. Вроде бы как хочется мэрии все туда впихнуть, то есть чтобы там были и какие-то зоны отдыха, и зоны активного отдыха, и какие-то концертные площадки, и детские площадки, и там еще какие-то и парковка вроде бы, чтобы там была нормальная его совместного использования. и хотят сузить там вторую Никольскую улицу, причем там говорится, опять же, чтобы там была, во-первых, пешеходная зона на второй Никольской, расширенная, во-вторых, чтобы были карманы парковочные, и в-третьих, восстановить там полисадники. Честно говоря, я не представляю, как вот это все вместе будет. Может быть, там будут машины стоять в полисадниках, может быть, как-то и одновременно там люди будут ходить по крышам, я не знаю. Восстановление зеленых насаждений это вообще отдельная тема. У нас все время миллионы мэрии платят за восстановление каких-то там кустов и деревьев, высаживаются, вот как на Лыбинской магистрали, как вы помните, когда ее только сделали, там высадили какие-то чахлые кустики, которые не прижились, за это мэрия заплатила там 7-8 миллионов, да, и в итоге все это вымерло само, и в итоге у нас там сейчас безжизненная пустошь какая-то, выжженная на фоне Лыбинской магистрали. Да, ну какие-то, по крайней мере, деревья там прижились, а вот деревья, которые по Большой Московской, особенно Ольга Александровна Деева, Деева пилила там. Эти, конечно, там осталось, по-моему, одно дерево на всю Большую Московскую улицу, ну вот, по крайней мере, от Золотых Ворот до Успенского собора. Варвары? Безобразие совершенное, да, ну вот, не знаю, что они сделают, по крайней мере, может быть, в проект благоустройства и заложат вот это озеленение, да, опять же, хотят сузить там улицу Дворянская, сделать фото зону возле Золотых Ворот. Ну, тоже такая, может быть, инициатива интересная, по крайней мере, сейчас там кольца, может быть, они ликвидируют еще и кольцо, да, вот это, а может быть, они будут этого делать. Все-таки. Ну, они ликвидировали пешеходный же переход туда. Там такая кишка, запланированное удлинение такое вот, чтобы... Если там будет фото зона, да, то, соответственно, можно будет вернуть хотя бы пешеходный переход людям, ну, не знаю, на самом деле, это все смотрится достаточно так вот вилами по воде, поскольку вот сейчас они проектируют, а потом они могут это перепроектировать. У архитекторов ведь очень много было замечаний к КБ Стрелки, было и раньше много замечаний. Но это старые архитекторы, которые всегда брызжат, что бы там не строили, не планировали. То есть, несмотря на то, хорошие проекты, плохие им всегда все не так, потому что они считают, что это они должны были делать, поэтому им изначально все не нравится. Ваня, у меня все-таки вопрос. Вот в этом новом проекте там есть какая-то преемственность к первой части пешеходки, вот от Спасского холма до первой аптеки, до старой. О связях пешеходных там не говорится. Потому что, по сути, это же продолжение. Ну, вообще должно быть это продолжение, но мы видим, что первая пешеходка, она, ну, сейчас, собственно, выглядит достаточно безжизненно. То есть, там нет никаких там мероприятий, туда не ходят, как там Орлова говорила, тысячи людей. Ну, хотя там люди гуляют, действительно, это так, но каких-то, ну, вот, завлекающих туда мероприятий там уже нет. Раньше, хотя в первый год проводился, по-моему, там Маркин проводил какие-то, да, Они проводятся, но они как бы эпизодически совершенно, и это те мероприятия, которые, ну, прямо скажем, не сильно привлекают людей. Ну, сделали и сделали, в конце концов. Здесь, может быть, людей больше, конечно, поскольку все ходят в торговые ряды, и, естественно, там можно что-то сделать, но на самом деле пространство там не такое большое, как это рисуется на картинках, да, что вот там широкий проспект, и вот там все умещается. На самом деле там, ну, что там можно сделать на этой небольшой и достаточно узкой улице? Ну, опять же, непонятно, как будет парковка работать, где там будет заезд, как будут товары привозить в торговые ряды и так далее. То есть, здесь очень много непонятного. Много вопросов и при нынешнем вот нерешении транспортных проблем в центре города все-таки Лыбецкая медистраль она все вопросы не решила, ну, и при этом все-таки достаточно сложно будет, мне кажется, перекрыть фактически вот две большие улицы и организовать там, ну, комфортный проезд для автомобилей. Я думаю, что здесь нас может спасти только одно, то, что у наших властей не хватит денег и хуже не сделают, вот, потому что, когда они что-то начинают делать, получается хуже, и вот нас может спасти, я думаю, только это, как уже много раз спасало от больших глобальных преобразований. Не знаю, насколько там потребуется денег, но, по крайней мере, они могут заложить это место реорганизации, скажем, сквера в Добросельском, да, парка. Там как раз надо поменять, потому что там как раз все вымершее, безжизненное, старое, и там, мне кажется, как с собаками гулять, больше делать-то и нечего. Да, безусловно. Ну, мы будем за этим следить, собственно, за госзакупки, это вообще всегда все интересно, поэтому посмотрим, насколько там проект будет удачный, неудачный. Вот, но, опять же, мне кажется, не стоит так вот загадывать, что вот в следующем году они сделают. Обещали вообще сделать в этом году ко дню города, но... Ну, у них же, опять же, у них не хватает денег, хватило только на что? Никитский сквер и там Юрьевцы, вот... И может быть, опять же, противодействие со стороны бизнеса, и это очень, ну, достаточно серьезно и неприятно. Ну, никому, мне кажется, вот такие вот конфликты ради, ну, каких-то проектов призрачных, мне кажется, они не нужны власти. Здесь мы будем смотреть на позицию нового губернатора, потому что вот эти все перемены с пешеходками, они были во многом вязаны с тем, что Светлана Орлова хотела сделать пешеходный центр, когда ей Владимира не дали сделать пешеходный большую московскую, она сделала хотя бы себе там маленькую пешеходку на Георгиевской и продвижением, я так понимаю, новое продолжение этой пешеходной зоны на Девической, она тоже все-таки этим занималась, а не только Андрея Станислава Шохина. Сейчас я думаю, что позиция Владимира Сипягина по этим вопросам тоже будет важна, потому что область, я так думаю, будет как-то либо софинансировать это, либо как минимум должна, по крайней мере, продвигать этот вопрос на уровне федерального центра, и так или иначе их позиция должна быть учтена. Так, если у нас нет важных вопросов от наших читателей, то я думаю, что мы с вами будем заканчивать, потому что у нас практически час уже прошел. На самом деле непонятно, почему Орлова не сделала вторую часть пешеходки, потому что все на фонтан ушло. Нет, если бы она сделала по Девической и Второй Никольской, пришлось бы вводить экскурсии випов к редакции про Владимира, а вряд ли тут... Мимо редакции Томикса. Мимо редакции Томикса, то есть это была бы экскурсия по всем знаковым СМИ, независимым СМИ в Владимирской области. Хорошо, дорогие читатели, я думаю, что мы с вами сейчас будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Готовьте вопросы на следующей неделе. Приедет наш издатель Алексей Шлипушников и выйдет в эфир, и я думаю, что либо один, либо с кем-то из нас. А может быть, с каким-нибудь гостем. Посмотрим на следующей неделе. Всего доброго. Пока. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...